Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Я знаю, что многие из вас читают чат на бирже BTC Alpha, но воспринимать за действительность все, о чем там пишут, конечно же, ни в коем случае нельзя. В таких чатах на биржах опотешаются трейдеры, которым срочно нужно либо продать подороже, либо закупиться подешевле и заработать на разнице курса. Когда там пишут, что криптомонета призм – скам, в общем, вводят призмачей в заблуждение и наводят панику на ровном месте. Тот, кто пишет про скам криптомонет, тот сам не понимает значение этого слова. Объясняю, что такое скам. Это когда вам выделили страничку в какой-нибудь компании, и в этом аккаунте вы видите ваш баланс, начисление по партнерке, прибыль от инвестиций, есть новости от компании, техподдержка и так далее. То есть вы не являетесь хозяином вот этого выделенного для вас аккаунта. В то время как, создавая свой кошелек призм на закачанной на ваш ПК ноге, то это уже ваш личный кошелек. Запомните, что в данной ситуации вы и только вы являетесь хозяином вашего личного кошелька без посредника. Никто вам не закроет вашу ноду. Она у вас на вашем ПК. Она будет работать, даже если в вашем доме не будет света или интернета. А вот когда скамится компания, сворачивает, то есть она свою деятельность, то вы уже никогда не сможете попасть в свой кабинет или там у вас будет нерабочая кнопка на вывод. То есть разницу улавливаете, тут включат интернет и вы опять в своей ноде. А там забрали у вас кабинет и хоть есть интернет, хоть нет интернета, вы туда больше никогда не попадете и деньги свои не заберете. Криптомонета соскамиться не может в априори. Понимаете? Это не кусок золота и не банковская бумага. Криптоактив в блокчейне нельзя украсть. Нельзя изменить баланс в одном из блоков. Это математические вычисления, которые связаны между собой и работают в запрограммированном режиме. А вот в банках на сегодня еще есть возможность подменить баланс. А вот почему банки не хотят переходить на систему блокчейна. Украсть-то будет невозможно и замести следы через блокчейн не удастся. Понимаете? Итак, единственное, что может произойти с криптомонетой, так это изменение ее стоимости или, так сказать, ценность. Но ценность всегда зависит от качества и качественной рекламы. А уж качество призм намного выше, чем у многих других топовых монет. Те, кто изучал дорожную карту призм, тот со мной согласится на 100%. Криптомонета призм обменивается не на внутренних, а на сторонних биржах. А это говорит о том, что сгенерированные криптомонеты невозможно уничтожить. Они просто переходят, например, с моего кошелька на ваш кошелек и по той цене, по которой я вам ее продам. Вот буду я и все вы продавать по одному доллару. И результат будет таким, что курсу призм сразу будет 1 доллар. Но для этого все мы должны это понять своим сердцем и своим умом. Сейчас вы сами увидите, кому нужна какая монета и на какую монету больше спрос. Такой эксперимент вы можете привести на любой бирже. Ну и, конечно же, потом вы можете написать в комментариях о ваших наблюдениях. Итак, конечно же, мы начнем призм УСД. Мы смотрим, что здесь 10 миллионов 263 тысячи 939 монет призм на продажу. А на покупку оказывается всего 56 тысяч долларов. Давайте скопируем вот эту сумму на продажу и вставим ее вот сюда. Ставить все, что хотят продать по цене, которая на сегодняшний день. 0,067, которую хотят купить. И у нас получается, что для того, чтобы продать все монеты призм 10 миллионов 277 тысяч 542 монеты, нам всего лишь нужно 68 тысяч 859 долларов, чтобы все-все-все скупить. Понимаете, у нас есть 56 тысяч 910 долларов. То есть почти 57 тысяч долларов, чтобы скупить все монеты призм. А теперь давайте зайдем на биткоин УСД. Все мы сейчас знаем, что биткоин растет в цене. На сегодняшний день у него мы видим 18 тысяч 612 долларов за один биткоин. Опускаемся вниз и видим, что на продажу у нас сегодня 2444 биткоина. Копируем вот эту сумму, скопировать. И мы видим, что все биткоины, которые здесь есть, хотят купить на 6 миллионов 339 тысяч 784 долларов. 6 миллионов, да? Мы вставляем сюда количество биткоинов, которые хотят продать. По той цене, по 18607. Давайте даже эту цену поставим, по которой хотят купить, ставить. И мы видим, что для того, чтобы скупить все биткоины, нужно не 6 миллионов, а 45 миллионов. Понимаете? 45 миллионов 479 тысяч 196 долларов. Это, я так думаю, что сейчас каждый догадался, что это в несколько раз больше, чем призм. Понимаете? То есть вот это выражение, когда спрос превышает предложение, вот именно в этой ситуации он сейчас не работает. И вы в этом должны были сейчас убедиться. А курс на биткоин растет и растет. Понимаете? Так почему он не растет на призм? Ситуация, в принципе, у призм гораздо лучше, чем у биткоина. Давайте мы зайдем на эфириум. Эфириум возьмем тоже ОСД. Переходим на эфириум. Мы тоже видим по графику, что эфириум растет в цене. И мы смотрим, что на продажу. 3654 эфириума. Копируем эту сумму. Копировать. И вставляем, давайте, 53815. Давайте мы эту цену поставим. И сюда поставим мы ставить количество на продажу. И мы с вами видим, что для того, чтобы выкупить все эфириумы, нам надо 1 971 757 долларов. А вот для того, чтобы выкупить все эфириумы, оказывается, здесь стоит всего-навсего 164 348 долларов. Вот почему говорят, что спрос порождает предложение. И поэтому цена растет. А я вот не вижу. Я не вижу, что есть спрос ни на эфириум, ни на биткоин. Судя по графику и по цене продаж, да, и эфир, и биткоин растет в цене. И спрос есть. Но по количеству покупаемости оказывается спроса и нет ни на эфире, и ни на биткоине. Так почему же в этом чате тогда говорят, что покупайте биток, покупайте эфир, призм, скам. А я, например, не вижу, что призм, скам. И вот самый важный момент, к которому я подводила все аргументы. Специально вынесла в таблицу Excel для более наглядного восприятия. Сюда я вставила количество монет на продажу, которые мы видели в правом стакане. Здесь баланс левого стакана. В третьей строчке вы видите количество долларов, которые бы понадобились, если скупить все монеты, которые в данный момент стоят на продажу в правом стакане. И заметьте, что я взяла сегодняшнюю текущую цену на обмен. Если бы я взяла даже усредненные цифры, то количество долларов для того, чтобы выкупить все монеты, увеличились бы в разы. Давайте сделаем вот так, равно. И отнимем от того количества, которое нужно бы было, то количество, которое уже есть. Enter. И мы видим не такую большую сумму, всего 12 859 долларов. Давайте в биткоинах теперь отнимаем от того, что надо. То, что есть, равно 39 миллионов. Не хватает для того, чтобы выкупить 2443 биткоина. Ну и в эфириумах равно от этой суммы минус то, что имеется в левом стакане. Enter. И получается на миллион 800. Ну и теперь я думаю, что разницу вы уже почувствовали. Вы видите, что на продажу в несколько раз больше монет. А на покупку, как оказывается, нет столько долларов, чтобы скупить всю криптомонету, которую хотят продать. В битках и в эфирах ситуация намного хуже, чем в призм. Вы же это сами видите. И вы сейчас сами убедились, что на этом рынке неприменимо выражение. Если есть спрос, то цена растет. Вот спроса здесь нет. Цена тут растет совершенно по другим причинам. Нет, не зависит тут от спроса курс. Не зависит. Услышьте меня, пожалуйста. А монету призм однозначно давят вниз. Для дармового закупа. Кто-то очень хочет иметь 51% всех монет и править балом. Править тем балом, который они упустили, видимо, в битках или в эфирах или в какой-то другой криптомонете. Поэтому я вас всех призываю. Перестаньте продавать монеты призм с двумя нулями после запятой. Умейте ждать, как ждали те, кто покупал биток 3 года назад. Так что задумайтесь над моими словами. Продвигайте и внедряйте монету призм в массы. У этой монеты все еще впереди. И у нас с вами тоже. А я напомню тем, кто не знал или забыл, что, во-первых, призм – это в первую очередь новейшая технология, записанная для ЭВМ на языке Java, которой нет аналогов на сегодняшний день. Во-вторых, это программа для электронно-платежного средства с малыми комиссионными за перевод 0,5% для переводов до 2000 монет. И свыше 2000 монет фиксированная ставка всего-навсего 10 монет призм. Если сравнить переводы в ОСДТ, то комиссия за перевод в основном берется в эфирах. И в некоторых компаниях немалый процент, я вам скажу. Потому что переводят через платформу эфира ERSC20. А те, кто пользуется площадкой ОМНИ, то комиссия берется в биткоинах. Ну, это для сравнения, опять же, о выгоде. В-третьих, скорость перевода с одного кошелька на другой занимает по времени меньше минуты, всего 59 секунд. А вот биток, особенно сейчас, когда он идет вверх, в некоторых случаях идет почти неделю. Чувствуете разницу? В-четвертых, парамайнинг – это добыча монет без дополнительных затрат. Но нет затрат ни на электричество, ни на дополнительное оборудование. А в-пятых, все комиссионные, которые взимаются за переводы, делятся между форжерами. Между теми, кто закачал бесплатно ноду Prism Core на свой компьютер и поддерживает жизнедеятельность блокчейна криптомонеты Prism. Это считается дополнительным заработком на криптомонете. И чем больше монет на кошельке, тем больше можно нафоржить монет, помимо напарамайненных монет. То есть, получить бонус за поддержание сети в рабочем состоянии. Чем больше нод закачано в разных городах и странах, тем неуязвимее наша система. Каждый желающий может видеть блокчейн Prism, перейдя по ссылке с GitHub и убедиться в том, что наш блокчейн живой. Транзакции здесь идут. Каждое мгновение блоки форжатся. Разнообразными узлами этим достигается децентрализация. Скачать и установить ноду Prism на свой ПК может любой человек. Для этого не нужны особенные знания программирования. И 100% гарантия анонимности. Ведь при создании кошелька Prism не нужно вводить ни FIO, ни телефон, ни электронную почту. Даже отпечатки ваших пальцев или сетчатки глаза тоже не нужны. Представляете? А ведь для кого-то это очень важные параметры. В то время как на всех биржах, электронных платежных системах и многих обменниках нужна не только верификация ваших документов, но еще и прописка с банковской выпиской. Понимаете? У меня, кстати, на канале есть ролик, как закачать ноду на ваш ПК. Помните, вы владельцы криптовалюты только в том случае, если вы входите в свой кошелек через ноду у любой криптовалюты, установленную на ваш личный ПК. Если же вы входите в свой кошелек через сторонние ресурсы, то знайте, ваши монеты находятся в доверительном управлении. И доступ к ним есть не только у вас. Доступ к ним зависит исключительно от доброй воли хозяина этого ресурса. Понимаете? А теперь вопрос. Как много криптопользователей по всему миру могут похвастаться наличием у них своей ноды? Хоть на какую-нибудь криптомонету? Вконтакте недавно выставили опрос только для пользователей криптовалют из топ-100. Если у вас есть любая криптовалюта, я пользуюсь криптовалютами, но у меня нет установленных нод на мой ПК. 79,41% от всех. Второе. Я установил ноду хотя бы одной криптовалюты из топ-100, то есть куда не входит призм. И тут всего 17,65%. То есть мы с вами видим, что большинство держателей монет не имеют своей ноды. То есть у них есть криптомонеты, которые входят в топ-100, но они не являются владельцами этих монет. Владельцами их монет являются те ресурсы, на которых они держат свои монеты. То есть это могут быть биржи, это могут быть биткоин-кошелек или эфириум-кошелек или лайткоин-кошелек. Есть сейчас много всевозможных кошельков, даже мультикошельки есть, на которых люди хранят свои криптоактивы. И эти люди даже не подозревают, что любую биржу или любой ЭПС может в любой момент перекрыть для них вход к их аккаунтам. Эти ресурсы могут взломать хакеры и украсть все хранящиеся на них средства. Такое уже было и есть в интернете. Биржи могут обанкротиться, а ЭПС просто закрыться или свернуть свою деятельность. Под любыми предлогами они могут заморозить ваши средства или заблокировать ваши аккаунты. Я могу много говорить о монете призм и говорить о ней только в положительном ключе. Недавно я выпустила ролик, в котором рассказывала, почему монету скупают биржи. И те, кто знает или догадывается, какой триумф ждет нашу монету в ближайшее время, то те, конечно же, монеты свои не продают. Кто-то скажет, что вот биток вырос почти до 19 тысяч сейчас на данный момент. Да, вырос. Через три года. Тот, кто купил три года назад битки или эфиры, лайткоины или там манеры или какие-то другие монеты в декабре 2017 года, то есть три года назад, наконец-то эти люди вышли в ноль, с чем я их и поздравляю. И, естественно, кто не продал свои монеты раньше, тот не ушел в мину. Тот молодец, вернет свои, а может еще и наварится, если биток вырастет до 30 или 40 тысяч. Тут главное не упустить момент продать вовремя, пока биток опять или эфир не пойдет вниз на коррекцию. Но для этого им понадобилось три года. И жили они в ожидании неизвестности. И не факт, что биток перейдет черту 20 тысяч долларов. Возможно, но не факт. Знаете, почему скупают монеты призм и почему опускают так курс на него? Да ответ очень простой. Скоро паратакс 99%. И монет будет промайниться очень мало. Но мало их будет промайниться только на тех кошельках, на которых маленькие балансы. Вот на просторах нашего блокчейна я нашла такой кошелек, на котором баланс составляет 984 990 монет. При паратаксе 86,5% этот кошелек промайнит в день 0,1497% в сутки. И доход в день у него 1474 монеты 53 цента. Доход в месяц 44 235. Давайте зайдем в мою любимую таблицу. Я вот здесь вбила процент и количество монет на балансе того кошелька. И моя таблица рассчитала, что за 10 дней этот кошелек пополнит баланс на 14845 монет. Зайдем на биржу BTC Alpha. 14845 монет. Это получается на сегодняшний день, по сегодняшнему курсу даже, это почти 100 долларов. 100 долларов за 10 дней. То есть за месяц это 300 долларов. А теперь давайте возьмем и здесь поставим паратакс. Здесь не 86%, а 99%. К чему мы, собственно, сейчас и придем. И тогда вот этот кошелек, у которого структура больше 10 миллионов. Коэффициент у него 3,36. При паратаксе 99 этот кошелек уже будет зарабатывать не 0,1497% в 10 тысячных, а всего лишь 0,0111 тысячных. То есть мы оставили тот же самый баланс, который был на кошельке, но изменили процент скорости генерации монет на 0,0111 тысячных процента. И сейчас у нас получается, что в сутки у нас будет парамайниться 109 монет. За 10 дней это составит практически 1100 монет. За месяц это будет где-то 3500 монет с автореинвестом. А если вы еще и форжите, вот, например, у меня форжинг практически 100 монет каждый день. Можете представить, значит, 100 монет с парамайнинга, 100 монет с форжинга. Вот вам уже 200 монет, и это уже 2000 монет за 10 дней. Вот почему сейчас стараются скупить как можно больше монет и создать по 5, 10 или более кошельков с балансом от 500 до 800, а то и до 900 тысяч монет. И обязательно в больших структурах, таких как, например, наш паровоз призм, да еще и в ветке 36,6. А если курс поднимется до 1 доллара или еще и больше, потом по 1 доллару 2-3 миллиона монет не купит даже миллионер. А вот по цене с двумя нулями после запятой можно создать приличную подушку безопасности на долгие годы с приличным пассивным доходом. И это не делается в одночасье. А если эти кошельки еще поставить на форжинг, то тогда даже прекращение парамайнинга не страшно. И будет призм покруче битка однозначно. Те, кто сейчас замутил для себя эту перспективу, а мы с вами уже знаем, что это биржи. И первое это биржа BTC Alpha. А биржа, она ведь как опустила курс, так может его и поднять. А в этом можете даже не сомневаться. Объяснять, думаю, даже не нужно, как у них это получится. А вот те, кто сейчас, имея возможность делать так, как биржи, и не делают, ох и будут кусать локти потом. Даже не сомневаюсь в этом. Потому что это шанс заработать не просто много, а неприлично много в ближайшем будущем, конечно. Учитесь зарабатывать у биржевиков. Есть живой пример. Пользуйтесь прозрачностью нашего блокчейна. Именно по нему видно, кто и сколько скупает, и какими темпами наращивает и кошельки, и структуры. Не профукайте свой второй шанс. Первый с битками вы уже упустили. С битком уже нечего ловить. Там все давно схвачено. Три года назад я делала ролики, где очень радовалась, что у меня в сутки промайнилось 100 монет. Тогда курс был 1 доллар. Вот к этому мы сейчас и идем. И тот, кто сейчас это все понимает, эти люди опять будут зарабатывать так же, как и зарабатывали раньше. Вспомните мои ролики, где я рассказывала, что я ездила за призм в Турцию, возила всю семью. Как я показывала, как я вложу немалые суммы благодаря криптомонете призм. Сейчас я думаю, что смогла перевернуть ваше сознание. Вы проанализируете сейчас ситуацию и примете правильное решение. На этом у меня все. Желаю вам уверенности в себе и в нашей криптомонете призм. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите в комментариях свои мысли. С вами была Валентина Синема 2. вас MachineAnd, Валентина Синема 2. Спасибо за суб forwards. Спасибо за суб